Девушки отдыхают Мне приятно и будет мотивация на следующие крафты Итак, пак с шаблонами можно скачать по ссылке в описании Там огромное количество листов и топор можно сделать как из дерева, так и из металла Качаем шаблон, печатаем и начнем мы с рукояти топора и держателя лезвия В Last Day on Earth очень большой выбор оружия и даже нестандартного Хоккейные клюшки, весла, дорожные знаки и так далее Ну а мы с вами скрафтим разрушитель Одно из самых мощных и эффективных оружий ближнего боя в игре Наклеиваем шаблон на отрезок дерева У меня это деревянный подоконник, сделанный из сосны толщиной 28 мм На весь топор ушло два подоконника, длиной они примерно метр или метр двадцать Охрененно здоровые и такие же тяжелые Наклеив шаблон на материал, даем клею подсохнуть пару часов и приступаем к резке Вырезал я все электролобзиком и жирной и длинной пилкой Пилку взял специально удлиненную, так как стандартная пилка не прорезала бы деревяху толщиной 28 мм Склеенный шаблон лезвия топора мы приклеим на старый отрезок HDF Это что-то типа МДФ, этот материал используется для задних стенок шкафов Он толщиной всего 4 мм, так что трафарет из него выйдет отличный Ну и как вы уже поняли, само лезвие мы будем делать из металла И металл мы будем резать плазменным резаком Аврора Про Это отличный инструмент для резки листовых металлов, а также изготовления изделий сложных форм В следующих видосах я расскажу про этот аппарат чуть больше Для того, чтобы добиться определенного угла спусков лезвия, решено было в центр вварить кольцо из металлической полосы Накладываем вторую половинку лезвия и прихватываем сваркой Также в планах есть еще пару проектов из металла Это клинки Ридика, которые я обещал сделать за 10к лайков Про них я тоже помню Ну и катана для зомби апокалипсиса Вам очень понравятся эти проекты, я вам обещаю Молотком можно придать небольшие углубления и небрежность Это же все-таки стиль зомби апокалипсиса Также из 1,5 мм стали вырезаем 2 клювляка и делаем болгаркой хреновую тучу надрезов Которые в дальнейшем надо будет отогнуть в одну сторону Это будет что-то типа крышки, которую нужно будет проварить и приварить к основному лезвию для придания объема Что-то типа этого Все сварили, я не хочу показывать моменты со сваркой очень часто, так как камера для этого не предназначена И мне ее, если честно, жалко Теперь нужно зачистить все сварные швы и подзаточить выступы Ну и как же без боевых повреждений Их также можно сделать болгаркой и отрезным диском Топор у нас будет скинет поверхностная закалка Это же, конечно, шутка Но чтобы придать топору прикольный вид, то горелкой можно нагреть некоторые места и металл поменять свой цвет Это нужно делать точечно, чтобы рисунок был интересней Высверливаем отверстие для центральной оси Диаметр отверстия у меня примерно 32 миллиметра Так как самый большой болт с гайкой я нашел именно такого размера Пришло время подготовить рукоять и держатель лезвия Так как в проекте пришлось использовать именно такой материал, как сосновый подоконник То все углы и все скосы пришлось обтачивать грубым рашпилем Высверливаем отверстие для саморезов крепления рукояти И вклеиваем рукоять на столярный клей И далее затягиваем саморезами Наносим клей на одну из половинок держателя лезвия И прикручиваем рукоять и посадочное место для него Вторую половину также сажаем на столярный клей и фиксируем саморезами Как только клей подсохнет, тем же рашпилем завершаем формирование оригинальной формы разрушителя Ну и вдобавок можно в хаотичном порядке сделать небольшие углубления Для чего? Да просто так, постапокалипсис Расширяем отверстие на лезвии еще чуток Примеряем болт Высверливаем также отверстие в держателе лезвия И также примеряем болт, чтобы он входил очень легко Покраска топора будет скудной Тут надо будет прокрасить только держатель лезвия Обычной желтой краской Рукоять можно обмотать коричневой кожей или чем-то подобным Кожу можно приклеить на горячий клей Или же прибить степлером Я сделал по первому варианту Ну и в завершение осталось установить лезвие И обмотать его серой тканевой полосой Так же, как и в игре На этом все ребята, думаю вам понравился видос И вы не забыли про 10 тысяч лайков на этом видео Подписывайтесь на канал С вами был Кекси Адред Всем пока и до новых встреч